Мы щоразу, когда с вами встречаемся, всегда говорим о том, что вы уже давно одружены, а пополнения в родине до сих пор нет. Чи, Олена, ладно уже наконец-то остановиться, работать, завагиновать и немного остаться дома? Ну вот, честно скажу, что действительно, я уже сама хочу на ассамбле успокоиться, уже хочется вроде какого-то вот наконец-то, ну не знаю, спокойствия и стабильности, и вообще родить наконец-то, и вообще нянчить ребенка, но все же еще нет. Не получается, она хочет, но не получается успокоиться, и мы пока работаем. Завжди это в руках человека, заспокоить женщину и сказать все, теперь, сегодня будешь мамой. Наверное, но у меня не получается, sorry. На день всех закоханных, на день Святого Валентина, вы делаете одни-одному сюрпризы. Дима подарит подарки, когда мы ссоримся, когда понимаешь, что он привинился, вот он признает свою вину, и потом дарит мне подарок. Поскольку мы ссоримся очень редко, кстати, подарки я получаю тоже редко. Это, ну, меня на самом деле это не расстраивает абсолютно. Самое главное то, что я та женщина, которая всегда будет на внимание. Постоянная забота, и я считаю, это лучшая награда. Никакие мне материальные вещи не нужны, их тяжело переводить страны в страну, вообще ничего этого не нужно. Главное, что у нас прекрасные отношения, и мы постоянно друг за другом следим и заботимся друг о друге. Не так давно вы брали участь у рекламной кампании одного из косметических брендов, где можно разглядеть тему фільму «50 оттенков сирого». Там тоже есть сира кроватка на Дмитрове. Чи подчас съемок цієї рекламной кампании от вас фотограф требовал чего-то более четвертого? Мы абсолютно делали то, что умеем лучше всего, любим друг друга, вот и все, и ничего больше нам надо было делать. Вы буквально днями повернулися с дружною нам Грузии. Вы работаете над проектом «Танцы з зерками» в Грузии. У тот момент, когда грузинские чиновники приехали працювать до Украины и приняли украинское гражданство. Який разголос в тот момент был в Грузии? Грузины очень рады, потому что эти люди когда-то сделали, провели очень серьезную реформу у них в стране, поэтому они мне этого же желают нашей стране, Украине. Абсолютно никто не был недоволен тем, что они приняли украинское гражданство. Очень спокойно, очень радушно, очень все полюбовно, а почему бы и нет? Надо помогать друг другу.